Привет, друзья! Мы с Ряшей сегодня прогуливаемся возле главного корпуса МГУ. Сегодня отличная погода. Мы МГУ обошли со всех сторон. Видео выложим в Ютубе, вы можете там посмотреть. А это мы обошли уже сзади. Нам сказали, что это главный корпус МГУ. Вот такая здесь невероятная красота. Да, всё, конечно, очень сделано капитально. Но само здание, конечно, требует ремонта. Потому что и окна нужно менять, металлопластиковые ставить. Ну, сейчас там проводятся работы. Ну, не знаю. Конечно, содержать такое здание, это очень, конечно, дорого. Тут и главное здание МГУ. Такая башня. Ряшка моя любимая. Так, сейчас мы к нему подойдём. Мы были с той стороны, а теперь обошли его по кругу. И вот хотим, чтобы вы увидели тоже, какое красивое здание МГУ со всех сторон. Выписано. Университет, наш дом. Видишь как? 43 факультета, 377 кафедр, 15 научных институтов, 7 филиалов, 57 тысяч обучающихся. И внизу реклама, где филиал МГУ. В Астане, в Квакул, в Душанбе, в Ереване, в Капире, в Севастополе, и в Ташкенте даже есть. Ну, вот кто бы думал. А мы с Ташкентом в Ростов переехали до 2002 года. Я даже не знала, что там, оказывается, есть филиалы. Может, ввиду того, что еще дети учились в школе, как-то мне-то информация была и в чем. Такое красивое здание. Галя-ляшенька тут уже устала. Сейчас скоро пойдем на детскую площадку с ней. Потому что, конечно, обойти по кругу все здание МГУ. Конечно, это просто. Это тратя затрачено время. Часа два мы уже на этой территории ходим. По этой территории. Все снимаем, все показываем нашим подписчикам. Сейчас они знали, что в Москве такое вот стоит красивое здание, в котором, конечно, учиться. Очень местижное. Мне кажется, это как бы надо прокатиться, если ты учишься в этом заведении. В Московском государственном университете. Даже как-то звучит прямо гордо. Молодцы ребята, которые поступили, учатся и закончили в Московском государственном университете. Вот такой главный корпус. Да, такой родник. Можешь, темно, я уже не могу. Балуется. Ну все, мы заканчиваем прогулку по этому району. Сейчас будем искать детскую площадку. Она где-то недалеко от Воробьевых гор. Нам сказали. Так что все. Продолжение следует... Продолжение следует...